Я рад снова оказаться на маломерпатии через 15 лет, после того, как я тут в последний раз был на занятиях в 9 классе, своем смысле. Мы с вами поговорим про понятия группы, про графа Гелли, что граф все знают. Это не только титул, а еще набор точечек и отрезочков. Вопрос номер один. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои, а что такое операция? Ну, не в смысле аппендицин, но... Ну, это когда происходит действие над числами. Ну, не обязательно над числами, да, мы же можем, например, по множеству объединить, правильно? Или над векторами. Или над векторами, или еще над числами. То есть операция, это когда у нас есть два чего-то, и мы из них делаем третье чего-то. То есть, если говорить по-научному, то есть, что у нас есть множество, и операция, это отображение, давайте начнем писать, звездочка, например, обозначим. Это значит, убираем множество, берем его произведение на себя и ставим ему соответствующее элемент из множества. То есть, а звездочка, b равно c, так обычно мы пишем. Какие мы знаем примеры операции? Ну, первый пример операции, вот уже озвучил, сложение на целых числах. Вот это обозначение знакомо, да? Отлично. Еще какие примеры приведете? Умножение. Умножение. Замечательно. Радусы умножения на, например, вещественных числах. Еще какие примеры говорим? Извлечение корня. Извлечение корня. Извлечение корня. Это только операция не бинарная, а унарная, то есть один элемент. Замечательно. Еще пример. Вы что-нибудь поинтересовали? Извлечение степень. Извлечение степень тоже, ну, за корень сойдет. Ну, давайте что-нибудь поинтересовали. Логарифм. Логарифм. Хорошо. Есть такая операция. А что-нибудь некоммутативное, например? Ой, давайте, вот это уже слишком сложно. Давайте попроще что-нибудь. Гамма-фугас. Деминия. Я хорошо, вы знаете, многоумных слов проще. Друзья, проще. С геометрией что-нибудь? Сложение векторов. Есть такая операция. Еще. Отображение. Отображение переводит пространство, плоскость, например, в плоскость. А между двумя отображениями есть операция? Посмотрите, вот у меня, например, есть две операции, два поворота, к примеру. Хорошая операция тоже подойдет. Но мне интереснее операции, которые можно… Мне интереснее, чтобы была операция между чем-то и чем-то. Вот в прошлом проекте она берет один вектор, а делает из него другой вектор. А мне интереснее, чтобы что-то и что-то мы приумножаем. Композиция. Значит, пусть у нас есть какое-нибудь, например, движение плоскости или какой-нибудь фигура, которая ее самосовмещает. Два таких движения, мы их можем скомпонировать, то есть взять композицию. Первое, потом второе. Например, параллельный перенос и поворот. Что это будет? Параллельный перенос, потом поворот. Так? Или мы можем сделать сначала поворот, потом параллельный перенос. Согласны ли, что это операция… Что это операция? Вот так вот. А, ну, нет, понятно. Это у нас композиция. Скажите, пожалуйста, а эта операция будет коммутативной? Да. Композиция. Композиция. Если мерно просадутся, то будет. А давайте подумаем. Давайте, например, возьмем два таких движения. Симметрия. Две параллельные прямые, симметрия относительно первой, относительно второй. Значит, что это получается? Раз сделали симметрию, два сделали симметрию. Сдвинулись туда, правда? Теперь, если мы делаем симметрию относительно второй прямой, то мы делаем раз симметрию и два симметрию. Чувствуете геометрически? Представляете себе, что движение происходит в другую сторону. Давайте скажем, что движение происходит в другую сторону. Значит, у нас есть две параллельные прямые. Берем какую-нибудь точку, делаем раз симметрию и два симметрия. Получился сдвиг туда, правда? Согласны? Да. Теперь, сначала относительно этой, а потом относительно этой. Теперь давайте сначала относительно вот этой, а потом относительно вот этой. Сдвиг в другую сторону. Поэтому эта операция, композиция, некоммутативная. Важно, в каком порядке вы применяете ваше движение. Понимаете, да? То есть, конечно, с поворотами это не важно. Не важно, вы сначала поверняете на φ, потом на ψ, или сначала на ψ, потом на ψ. Будет одно и то же. А вот симметриями уже нет. И это хороший пример некоммутативной операции. Ну ладно. Мы с вами привели довольно много примеров, причем именно бинарных операций. Теперь давайте дадим определение, что же такое группа. Собственно, группа – это некое обобщение всех тех операций, которые мы с вами обсуждали и предлагали. Значит, группой называется множество с операцией такое, что, во-первых, А на Б на С. Окно А на Б на С. Вот так. Вот так. Это как называется? Ассоциативность. Ассоциативность. Молодцы. Да, у меня плохой почерк, я об этом знаю, я вам сочувствую. А первый элемент там это что такое? Здесь? Нет, там. Здесь. Даже не так. Значит, теперь, это первый аксиум. Второй аксиум. Должен существовать такой элемент Е из Ж, что А на Е равно Е на А равно А. Как бы вы назвали этот элемент Е? Единицей по операциям. Теперь третье аксиум. Для любого А существует элемент. Да, кстати, я что-то начал писать квантеры. Квантеры всем знакомы. С точеких ни у кого не вызывают проблемы. Значит, для любого А существует Б такое, что А на Б равно Б на А равно Е. Как бы вы назвали такой элемент Б? Обратный. Отлично. Обратный. А это Единица. Группой называется множество с операций, которые удовлетворяют этим трем условиям. Удовлетворяет группа, не удовлетворяет, не группа. Целые числа по сложению. Эти трем аксиомы удовлетворяют. Ну, то, что сложение удовлетворяет. По сложению ассоциативных действий, это вам во втором классе рассказывают. То, что... А кто Единицы будет? Ноль. От прибавления чего ничего не меняется? Ноль. Ноль. Поэтому здесь Единица — это ноль. Не перепутывайте. А Единица — это не ноль. А Единица — это, с точки зрения сложения, это не единица. Просто так называется. Значит, а обратно кто будет к числу а? Минус — это число. Смотрите, операция тут сложения, потому что мы относительно сложения берем. То есть, что такое? Надо прибавить к числу а, чтобы получить ноль. Минус а. Поэтому это группа. Ну и, как вы знаете, конечно же, коммутативная. Вот это, ну, тоже, конечно, коммутативная. Или нет? Коммутативная группа. А, Единица — и, ну, возьмем почти единицу в единицу, и получаем. А вас ничего здесь не скучает, в этом, здесь? То, что здесь рационально. Относительно. Нет, рационально — это ладно. Тут хуже есть проблема. Тут есть ноль. Когда вы умножаете единицу на ноль, вы что получаете? Ноль. Ноль. Поэтому это аксиумы не срабатывает. Да. Поэтому и, больше того, нельзя обратно... У обратного элемента у нуля, тем более, нет. Поэтому тут обычно пишут так. Звездочка. И раз со звездочкой, это вещественные числа без нуля. Еще пример. А, относительно композиции. Движение, плоскость. Это тоже группа. Да. Может быть, это так. Ассоциативность. Можно проверить. У меня, честно говоря, неохота. Это неинтересно. Но это можно тогда списать. Все аккуратно получится. Ну, вот еще один, например, очень важный. Это так называемая группа диедра. ДН. Группа диедра. Диедра, это не математик, это многоугольник. Это группа Д5. Д5. Это у нас правильный многоугольник. Группа диедра, как множество, это симметрия многоугольника, ну, движение, даже так скажем, самосовмещение. Многоугольника. Операция, композиция. Соответственно, сколько есть движений у пятиугольника, с которым его самосовмещают? Десять. Ну, давайте считаем. Повороты есть. Сколько штук? Пять. Любую вершину можно перевести в любую, а ее соседок двумя способами. На какой угол нужно повернуть? На 8. 1. 2. И делитесь на 5. На 72 градуса, ну, для стущетое зрение Т5. То есть, вокруг центра. Значит, 5 поворотов. Еще что есть? А, вот 5. То есть, получается, можно повернуть либо на 0, либо на 360 градусов? Ну, можно повернуть. Ну, на 0, либо на 360 это одно и то же. Он самосовместится. То есть, это тоже считается такой поворот? Да, конечно. Да, конечно. Потому что поворот на 0 градусов, это как раз аналог единицы питания, элемент. Когда вы поворачиваете на 0 градусов, у вас ничего не происходит. То есть, еще какие тут есть симметрии? Это очень важно. Почему она не комбутативна? Потому что, например, можно понять это так. Если мы возьмем вот такую симметрию и вот такую симметрию, то когда вы делаете симметрию сначала так, потом так, вы поворачиваетесь туда. А когда вы делаете симметрию сначала так, потом так, вы, наоборот, поворачиваетесь сюда. Поэтому тут нет комбутативности. Важно, в каком порядке делать симметрию. Это понятное утверждение, да? Нам эта группа еще сегодня очень сильно на нее скидер пригодится, поэтому вы на нее обратите внимание. Что такое группу мы с вами определили? Какие-то стандартные примеры привели. А, ну, еще один стандартный пример, куда же без него. Это так называемые перестановки. Что перестановка, кстати, может, вы знаете сами? Нет? Комбинатники – это количество вариантов. Это количество вариантов, расстановок, а не количество. Это по разным местам. Это вы говорите, то, что вы говорите, это количество перестановок. А каждая из этих перестановок, она, собственно, и есть перестановка. Поэтому давайте это сформулируем. Значит, СН, эта группа называется СН. Значит, мы берем множество элементов от 1 на N, ну, N зайчиков. Раз зайчик, два зайчиков, три зайчиков и так далее. Значит, и множество объекций, один и так далее, да, в себя. Вот множество таких объекций как раз и называются перестановками. То есть, каждая объекция – это перестановка. Это обычно пишут. Каждая перестановка можно написать в таком виде. Например, на перестановку 5 элементов я выпишу. 1, 2, 3, 4, 5 переходит в 3, 2, 1, 5, 4. Перестановка – это объекция. Тройка в 1, единица в 3, 2, 4, 5, 5, 4 и так далее. Давайте это будет первая перестановка. А вторая перестановка будет обликнуть этими сами. Чего-нибудь интересно. 1 во что приведем? 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте переносим эти две перестановки. Тут небольшое соглашение. Считают справа налево, когда берут композицию. То есть сначала то, что справа – сикл 2, потом – сикл 1. Почему не так важно? Ну, это просто традиционное соглашение. Значит, давайте считать. 1 приходит куда здесь? А 5? 4. Значит, 1 в 4, правильно? Да. 2 в 4, 4. 5. 3 в 3, 3. 1. 4 в 2, 2. 2. 5. А там 3. А теперь давайте наоборот оборужим. Сигма 2 на сикл. На сикл 1. Значит, 1 в 3, 3. 2 в 2, 2. 4. 3 куда? В 5. Да. 4. А 5? Вой. Умнички. Раз на перестановке. Значит, эти группы не коммутативны. Эта группа не коммутативна. Кто тут будет тождественной перестановкой единицей? Число отображается в самой это число. Перестановка сама в себя. Когда 1 в 1, 2 в 2, 3 в 3, 4 в 4, 5 в 5. Понятно. Тоже очень важный пример, кстати, группы. И для вас, я думаю, понятно. Но, кстати, раз вы все еще знаете, а сколько элементов группы СН? Энфакториал. Не-не-не-не. Энфакториал. Энфакториал. Все перестановки. Замечательно. Ну, ладно. Что такое группа? Мы с вами разобрались. Какие-то стандартные примеры мы с вами привели. Теперь давайте поговорим вот о чем. Давайте попробуем группу визуализировать. Продолжение следует.